Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Сборка ПК состоит из нескольких этапов. Первым, что нужно сделать, это полностью подготовить корпус, а именно снять все боковые крышки, чтобы можно было добраться до каждого проводка и без проблем его протянуть куда угодно. По сути, можно не обращать внимание на то, что сборка проводится именно в таком корпусе и с такими комплектующими. В основном, все сборки похожи. Единственное, что может отличаться, это крепление кулера процессора и еще несколько мелких нюансов. Но в совокупности, все сборки являются одинаковыми. После подготовки корпуса, достаньте материнскую плату из коробки, а также распакуйте процессор. А затем установите процессор на материнскую плату. Этот процесс несложный, нужно лишь сориентироваться, как его расположить в сокете. Если вы впервые собираете компьютер, ни в коем случае не нужно пытаться его вдавить силой и установить его так, как он не хочет устанавливаться. Все это приведет к тому, что вы попросту погнете ножки и можете лишиться процессора вовсе. Его не нужно обдавливать, он сам ляжет так, как нужно при правильной установке. Как же его правильно установить? На самом процессоре есть обозначение в углу в виде треугольника и такое же обозначение есть и на материнской плате в сокете. А именно, этот угол процессора и угол сокета должны совпадать. После установки он легко сядет на свое место. Вы сами можете в этом убедиться, посмотрев плотно ли он лег в сокет. А далее нужно будет просто зафиксировать вот эту защелку. Вот и все, процессор установлен, как видите ничего сложного. Теперь нужно будет нанести термопасту на процессор. В моем случае термопаста уже нанесена на стоковый кулер процессора, поэтому мне остается его только установить. Термопасту нужно наносить тонким слоем по всему периметру процессора или посадочного места радиатора кулера. С кулером всегда идет в комплекте инструкция по его установке, так что достаточно ознакомиться с ней перед установкой и вы установите его без проблем. В зависимости от типа кулера будет использоваться конкретное крепление. Для стокового кулера нужно будет открутить это крепление, так как оно предназначено для башенного типа. А затем на это место прикрутить наш кулер из коробки. Эти четыре болтика зажимаются до упора. Сначала наживите их, а далее по периметру закручивайте по очереди. После установки кулера его нужно подключить к материнской плате. Для этого штекер, который идет от вентилятора, нужно опихнуть в разъем, обозначенный как «CPU-FAN». Его расположение зависит от материнской платы, но надпись всегда одна и та же. Следующий этап – это установка оперативной памяти. Это тоже не трудно, нужно лишь оттянуть защелки и обратить внимание, что оперативная память устанавливается одной определенной стороной. Если она не садится на свое место, то просто переверните ее. Не нужно при установке памяти прилагать больших усилий и вдавливать ее, если она не становится на свое место. Иначе вы услышите звук ломающейся памяти. Обычно на материнских платах слоты под оперативную память имеют определенные цвета. И если вы ставите две плашки оперативной памяти для достижения двухканального режима, устанавливайте их в один и тот же цвет. А если же устанавливаете лишь одну, то можете установить в любой из подходящих слотов. Также на материнской плате есть обозначение и их нумерация. Вставляем память, надавив до щелчка сначала с одной стороны, а потом с другой, убедившись в том, что фиксаторы защелкнулись и память ровно стоит на своем месте. Перед тем как перейти к следующему этапу нужно будет посмотреть местонахождение всех нужных нам разъемов. Сперва найдите разъем с подписью СИСФАН, этот разъем нужен будет для подключения кулера корпуса. Вентилятор, который расположен на корпусе нужно будет подключать именно в этот разъем. Ну и следующим этапом будет установка материнской платы в корпус. Сперва нужно будет освободить провода и убрать их за пределы корпуса. Позже сделаем кабель менеджмент, спрятав большую их часть за боковой крышкой, для того чтобы они не болтались внутри корпуса и не мешали потоку воздуха. Затем в коробке с подматеринской платы найдите заглушку и установите ее на заднюю панель в соответствии с расположением самой платы, посадив ее в это окно с внутренней стороны корпуса до щелчка. Затем примеряем материнскую плату внутри корпуса и находим где нужно будет докрутить дополнительные посадочные места. Как правило они идут в комплекте с корпусом, вкручиваем недостающие и затем снова примеряем плату совпали ли они. А затем прикручиваем соответствующими болтиками из набора корпуса. Следующим этапом будет подключение блока питания к материнской плате. Вот этот самый крупный шнур отвечает за питание материнской платы, подключаем его. А вот этот 8 пиновый отвечает за питание процессора. Он будет соответственно подписан на материнской плате. Штекер для питания видеокарты пока остается болтаться, так как пока мы ее не установили. Позже он будет подключен как только установим на место видеокарту. Следующим этапом будет подключение передней панели корпуса к материнской плате. На данном этапе у вас могут возникнуть сложности, если вы это делаете впервые, особенно при подключении передних индикаторов корпуса. Но не бойтесь, все штекеры уже обозначены и все разъемы на материнской плате соответственно тоже указаны. Штекер аудио соответственно подключаем в разъем аудио. Сложного в этом ничего нет. Стоит лишь обратить внимание как расположены коннекторы, потому как при неправильном подключении штекер попросту не сядет на свое место. Далее штекер USB подключаем в разъем USB 1 или 2, это не имеет никакого значения. Теперь подключим кнопку Power, Reset и LED индикаторы. В инструкции к материнской плате должны быть детально указаны их расположение. HD LED, Reset, здесь Power и индикаторы Power LED. Полярность как правило обозначена на материнской плате и штекерах. Если нет, то по стандарту на материнской плате плюс всегда находится слева, а минус справа. Белый провод это минус, а зеленый или другого цвета это плюс. Далее, если у вас на передней панели корпуса используется USB 3.0, то именно вот этот провод нужно подключить в этот разъем, обозначенном материнской плате как USB 3.0. Следующим этапом будет установка и подключение SSD. Здесь все просто, нужно найти ему место в корпусе и закрепить его там. В нашем случае его можно закрепить на вот этой боковой дверце. Прикручиваем его, а затем подсоединяем кабель питания от блока и кабель SATA, который был в комплекте с материнской платой. Один конец к SSD и второй к материнской плате в соответствующий разъем SATA, ну и следующим почти завершенным процессом будет установка видеокарты. Тут все еще проще, достаточно достать ее из коробки и распаковать, затем примерить в корпусе и выломать соответствующие окна под разъемы. Далее просто устанавливаем карту в слот PCI Express и закрепляем болтами к корпусу, для того чтобы она не болталась и в процессе не сломалась. Ну и теперь можно подключать кабель питания видеокарты, который остался болтаться в корпусе. На этом сборка компьютера почти закончена, остается только менеджмент кабелей и сборка корпуса, нужно их уложить и подвязать так, чтобы ничего не болталось, а затем закрыть боковые крышки. Ну вот и все, на этом сборка полностью закончена, теперь остается запустить сам ПК и провести небольшие тесты. Первым делом после сборки нужно проверить систему на стабильность работы и нагрев. В простое температура внутри корпуса не поднималась выше 30 градусов, процессорный кулер раскручивался до 1200 оборотов, а пропеллер на видеокарте работали в пассивном режиме 1400 оборотов, экспресс тест AIDA поднял температуру процессора чуть выше 40 градусов, при этом вентилятор кулера достигал 1700-1800 оборотов, а не нагруженная видеокарта без изменений. Система работает стабильно и греется не сильно. Теперь протестируем нашу сборку в одном из бенчмарков 3DMark. Сначала запустим тест устойчивости, который предназначен как раз для теста системы после сборки. Как видите наш компьютер без проблем справился с данным тестом, в результате стабильность кадровой частоты составила 97,8%, все остальные показатели вы можете увидеть на экране. Теперь посмотрим результаты других тестов, следующим будет тест в Skydiver для игровых и средних ПК. Как видите общий результат данной сборки в этом тесте составил 29243 очка. А вот детальные результаты, частота кадров составила при тесте графики в среднем 192 кадров в секунду, при 8-потоковом выполнении частота кадров была на уровне 217, и при 96-потоковом просила до 43, температура процессора при этом поднималась до 49 градусов, а графического процессора до 68-69 градусов. Максимальная загрузка графического процессора была на уровне 96%, частота процессора колебалась от 3,4 до 3,7 ГГц, частота памяти видеокарты 2000 МГц. В онлайн сравнении видим неплохие результаты, наша сборка оказалась лучше 90% всех результатов. В тесте FireStrike для высокопроизводительных игровых ПК сборка набрала 10978 очков, и подробный мониторинг можете оценить сами. В онлайн сравнении тоже видим неплохие результаты, наша сборка оказалась лучше 67% всех результатов. Ну и наконец проверим сборку в играх, первой игрой в тесте будет Assassin's Creed Origins. При расширении Full HD на очень высоких настройках фпс поднимался до 60 и выше, при этом видеокарта была загружена на 75-80%, а центральный процессор на 70%. Следующее на тесте. Следующее на тесте. Need for Speed Payback на ультра настройках фпс в процессе игры почти всегда был на уровне 80, а иногда и больше 100. Видеокарта при этом была загружена на 99%, а показатель ее температуры 72 градуса. Процессор загружен на 50-55% с температурой 52 градуса. Как видите сборка получилась довольно неплохая. А на этом все, надеюсь вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok